В общем-то, я считаю, это недружественный шаг по отношению к России, стремление подогреть конфликтную ситуацию, которая существует в отношении Приднестровья. И хочу подчеркнуть, что это происходит в контексте нормализации ситуации с Приднестровьем и достаточно активного переговорного процесса, в котором участвуют и Россия, и европейские страны сейчас в отношении судьбы Приднестровья. Более того, это заявление мы должны вписать в контекст внутриполитической ситуации в Молдавии, а она ведь следующая. Фактически, нынешнее правительство, полностью себя дискредитировавшее из-за коррупционных скандалов, очевидно теряет, вернее уже полностью потеряло поддержку населения. И на грядущих, а они уже скоро в выборах в Молдавии, возможно победа пророссийских политических сил, вернее тех политических сил, которые выступают за нормализацию отношений с Россией. И в рамках, в частности, партии Игоря Дадона. И в рамках этой грядущей, по всей вероятности, победы все-таки здравого смысла в Молдавии, мы должны понимать, что одной из достаточно важных частей программы Дадона является нормализация отношений с Приднестровьем. И фактически речь идет о возврате к плану Казака, Дмитрия Казака, который был разработан в начале нулевых. И он состоял в том, что восстанавливается территориальная целостность Молдавской республики. Приднестровье возвращается в состав Молдавии, но при этом создается федеративное государство, в котором Приднестровье является одним из субъектов федерации, наряду с, собственно, Молдавией. Равноправно, подчеркиваю, субъекту федерации. Вот те политические силы, которые симпатизируют Россию, сейчас они достаточно активно обсуждают эту тему, эту идею. И, может быть, не исключено, что идея федерализации, которая, с моей точки зрения, единственная, может спасти Молдавию, вот той ситуации, и вообще спасти молдавскую государственность, если уж на то пошло, вполне возможно, что избиратели все-таки проголосуют за данную идею. Вот в этом контексте, я думаю, нужно рассматривать разного рода инсинуации, которые идут от молдавского правительства по поводу недовольства политикой России в отношении Приднестровья. Очевидно, что размещение избирательных участков на территории Приднестровья никак не нарушает права Молдавии. Более того, это распространенная мировая практика, и избирательные участки всех стран размещаются на территории иностранных государств, ну, потому что граждане проживают там, это, в общем-то, вполне естественно. И избирательные участки России есть по всему миру, от Соединенных Штатов до, наверное, Австралии и Китая. И я не вижу, почему бы нашим гражданам, которые в большом количестве проживают в Приднестровье, не создать условия, при которых они могут реализовать свои демократические права и проголосовать на выборах. Поэтому я считаю, что это не очень хорошая практика со стороны молдавского правительства. И я также думаю, что, конечно, Российская Федерация не должна останавливаться на своем пути и должна позволить гражданам России, которые проживают территориально в Приднестровье, позволить участвовать в выборах 18 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова